МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Доброе утро! И мы приветствуем Вячеслава. Слава, тебя здесь. Спасибо, что ты пришел. Спасибо, что ты пришел сегодня. Я пришел не один, я пришел с зеленым чаем. Вы часто стали ходить вдвоем с зеленым чаем? Слава, расскажи, что сегодня мы готовим вместе с тобой, с человеком? Слушай, от тебя ты светишься бодростью. Ты роскошно выглядишь. Спасибо огромное. Ты улыбаешься. Поехали. Я буду готовить телятину с черносливом. Вот это рецепт от мамы Славы. Мама Слава. Это бренд, который я сейчас рекламирую, продвигаю на русском телевидении. Итак, телятина с черносливом. Позвольте мне для начала вымыть руки, а вас я попрошу приготовить здесь уже телятину. С удовольствием, начнем. Я быстренько... Значит, я тебе могу рассказать, что рецепт этот на самом деле переходит от всех, ну, кулинаров, так сказать, моей семьи. Это старый рецепт, его еще готовила бабушка, прабабушка. И если ты манучаров, ты обязан готовить этот прекрасный... Слава, а у меня вопрос такой. Откуда вот такая фамилия? Ну, потому что фамилия Ургант, например, моя. Оттуда же, Иван. Ну, нет, ну не на что значит оттуда же. Ну, в смысле, из глубины веков. Из магазина смешных фамилий? Да. Это правда. Откуда фамилия Манучаров? Настоящая фамилия... Настоящая фамилия Манукчарянц. Манукчарянц. Вот, кстати, я, Слав, тебя честно, не... Я забыл. Действительно, я же читал про тебя в интернете, и я знаю. Очень красивая фамилия. А в какой момент? Это ты поменял или это поменялось? Ну, поменял. Мне, я женился на женщине из старинного грузинского рода. Она сказала, ну, ты не позорь меня. Итак, значит, чернослив, чеснок, огурцы, соль, всё. И, конечно, она королева стола водка. Водка, водка, водка. Дорогой Слав, нет? Водку мы тут не будем. Почему? Наверное. А почему мы не имеем права? А почему мы не имеем права? Почему мы, здоровые, нормальные, первоканальные мужики, Ванька Ургант и Славка Мануча... С утра хлопы снуть. Засадить сразу в триста. Не можем, потому что мы сначала должны приготовить, Слава. Значит, телятина с черносливом. Для этого понадобится чернослив, а вот такой вот репчатый лук. Слава, у нас сегодня странная телятина какая-то. Ты знаешь, это телятина дорадо. Спасибо. Новый вид телятина. Аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо, спасибо. Так. Вот она. Да, телятина. Мы с ней давно знакомы. Вот когда ты помнишь первое блюдо, которое ты приготовил? Я пока дошли. Ты знаешь, первое блюдо не помню. Я сейчас чуть-чуть вспомнил, когда Пушкин был маленький, такая ассоциация со мной, маленькая, с Пушкиным. Конечно. Взрослые ели арбуз, он подошел и сказал, первые стихи Пушкина. Знаешь, какие были? Сашкина пузо просит арбуза. Ну, ты знаешь. Дороже. Да. Чего я первый приготовил? Мне кажется, я приготовил какие-то каши. Я очень люблю каши. И вот я всегда в детстве помню... Он сам готовил себе каши. Да, заливал кипяточку. Каши же это самое сложное. А что, залить кипятком, там, так сказать, майонез добавить? Потому что твое детство было, когда уже появились эти быстростворимые каши. Конечно, 36-й год. А в мое... Ну, какое, подожди. А в мое детство каши варились. У меня... Надо было сначала перебрать гречку, убрать из нее камни. Изорный отплевел. Потому что из камней папа собирал очаг, а из гречки, гречкой мама набивала, она вот такую шелуху гречку набивала подушки. Подушки. Чтобы очень хорошо было, что здесь позвоночки все аккуратненько отдыхали. То есть вот он рецепт, на самом деле. Да. Вячеслав, я предлагаю перейти к телятине. Я предлагаю перейти к ней тоже. Что с ней сделать? С ней я буду нарезать ее маленькими кусочками, а вам, Иван Андреевич, предлагаю заняться луком. Прошу прощения, что я так понимаю. Конечно, это можно говорить все, что угодно. Итак, лук. Дадите мне нож. Пожалуйста. Вот этот, да? Значит, весь самый главный смысл этой истории про телятину с черносливом. Я вам расскажу позже. Как нужно резать лук, Слава, 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 Слава. Ну, как ты хочешь резать лук? Ну, можно резать кольцами, можно резать полумесяцами, можно резать маленькими такими квадратиками. Я предлагаю полумесяцами. Вот такими полукольцами. Да. Значит, смотрите, резать телятину нужно тоже очень специфически. Почему? Потому что ее нужно резать такими квадратными кусочками и немаленькими. Знаешь, вот это вот принципиальная история. Вот такими вот. Вот, вот. То есть вот такие квадратные кусочки. Дай мне, пожалуйста, не в службу, а в дружбу прозрачную блюду. Слава. Дай мне в дружбу, пожалуйста. Спасибо. Такая подойдет? Да. Ну, может быть, она маловато. Смотри, будет. Дайте побольше. Ты не рассчитал. А вот если я тебе дам вот такую? Вот, вот, вот. Тарелочку, смотри, раз. А хочешь, я тебе дам вообще вот такую? Нет, Ваня, ну дай мне, послушай, мы не в вечернем органте пока что. Неплохо. Неплохо. Неплохо, Слава. Неплохо. Вань, скажи мне, пожалуйста, ты понимаешь, что вот я дожил? Я начинал свою творческую карьеру с того, что я делал пародии на тебя. Теперь я стою с тобой на кухне и готовлю телятию. Слава. Значит, Слав, Слав, ты все время, когда сменишься, кричишь какой-то птицей. Я разручу. Могу кричать чай. Подожди, такое ощущение, что ты подаешь кому-то знак. Да. А я бы... Это человек, который мне подают знак. Это оператор. Слава. Ну что, скажи, расскажи, что происходит сейчас в твоей жизни, потому что мы за твоей жизнью, если честно, успеваем следить только на странице глянцевых изданий. Твиттер. Мы с тобой переписываемся в Твиттер. Твиттер, да. Я не хочу тебя расстраивать, но пока у тебя нож. Но потом ты его получишь и скажешь, что я с тобой не переписываюсь в Твиттере, а ты с кто-то другой. Так, значит, расскажи, что еще? Ну что, я как-то... Он занялся в клипе у Коли Баскова. Два просто... Ну, там Александр Македонский и... И компания. Не, не, правда, Александр Македонский и... И соратников его. Его соратник. Игорь Македонский. И... Анатолий. Анатолий Македонский. Анатолий. Просто Анатолий. Анатолий. Хорошо. Значит, обратите внимание, Слава нарезает небольшими кусочками телятину. От телятины. Чем должно пахнуть Слава? Вот, подожди, вот тебе, вот ты должен знать. Вот это с игре такой, наш фокус, чем пахнет телятину, чем должна пахнуть телятина. Раз, два, три. Телятина. Правильно. Телятина, запахнет телятину. Вань, знаешь, помимо того, что мы ее с тобой нарезаем, мы будем... Какой процесс, простите, расскажу, потому что мы не тупили с тобой. Нужно на сковородке... Слава, ну, конечно, добрый день. Слава, поздоровайся потом отдельно со всеми, я тебе представлю. На сковородке? На сковородке? Слава, ты сейчас антибригарное покрытие. На сковородке нужно жарить лук. И здесь начинается волшебство моей прекрасной, интеллигентной нашей московской семьи. Дело в том, что все люди... Как мама зовут? Надежда. Надежда. Надежда Гавриловна. Надежда Гавриловна, какой красивый... Надежда Гавриловна, сейчас мы узнаем про все ваши секреты. Значит, что, туда нужно добавлять... Значит, смотри, все люди, не зная этого рецепта, готовят телятину и добавляют... Ее готовят, когда ее уже в казанке, добавляют горячую воду. В этом и проблема, понимаешь? Она дубеет. Конечно. Она дубеет. Друзья, поэтому мы будем ее готовить в холодной воде. Ну ладно. Продолжим. Иван Андреевич, мне бы хотелось, чтобы вы все-таки на антибригарном нашем сегодня начали... Что? Уже лучок? Резать лучок, да. Нет, может быть, жарить? Резать и жарить. А, смотри, я уже порезал. Слава, сейчас же вами. Слава, все хорошо? Мне... Смотри, смотри, мы сначала режем, порезали, сначала пожарим ее. После этого мы будем с тобой еще готовить... А мы будем с тобой еще что-нибудь готовить, нет? Посмотрим. Посмотрим. На мое поведение, обычно. Нет, на мое поведение. Понимаешь, у нас очень короткая программа. Да. У меня племянник, знаешь, говорит как? Я говорю, Сеня, ты будешь себя хорошо вести? Мальчику четыре года, говорит, зависит. Зависит. Поэтому зависит. Конечно, Слава. Вань, ну у меня все прекрасно, скажите честно, я... Что и нет? Ну, слушай, ладно. А все-таки хотелось бы, конечно, узнать, что с кино. Вот скажите честно, сейчас еду с репетицией очень одной... Эти, киношной. Театр! Киношной, киношной. Ты репетируешь в кино? Мы репетируем в кино. Я просто снимаю. Я очень много снимал. Как старое доброе время, понимаешь, за чашкой чая разбираем сценарий. Кто режиссер? Режиссер кто? Дебютант, я не буду говорить фамилию. Игорь дебютант, я знаю, женщина. Все круто. Смотри, теперь смотри, что. Раз, пошло дело, ты видишь? Знаешь, как говорили в времена моей бурной молодости, детства? Раз, два, три, раз, два, три, мы на елочке псыдри. Я смеюсь, потому что я обязан, я ведущий. Вань, в общем, что я хочу сказать. Я люблю готовить, и готовлю, скажу честно, когда есть время, часто готовлю мясо. Ты готовишь мясо часто? Я готовлю не часто, я готовлю не часто, но я стараюсь это делать. Дело в том, что ты понимаешь, у меня в доме так заведено. Если я не готовлю, то никто не готовит. Вань, ну правда, ты готовишь это? Серьезно? Ну честно, правда? Не, на самом деле, конечно, дома у меня сейчас растет дочь младшая. Нин. Нинка, да, младшая. Должен сказать, пожалуйста, в этой программе гостя обрызгивать горячим маслом. Это так? Нет, Духла, подожди. Просто глаз правый уже отсутствует. В принципе, боюсь, этим я уже даю ответ, что нет. Ты знаешь, ты первый человек, у которого происходит такая реакция, и чего делают, что все, кто приходил до этого, имели стеклянный правый глаз. Да, да. Смотри, посмотри, луксус, да, жарится, что дальше? Ну еще чуть-чуть, все, достаточно. И потом что, его сгружаем? Нет, потом вот сюда вот, сыпь. Так, начали. Нет, сыпь его, знаешь, куда? Сыпь его уже в казанок. Казанок вот этот. Почему? Потому что сейчас я дорежу уже. И будем здесь жарить мясо. Да, и будем обжаривать, знаешь, его чуть-чуть. Обжарили в казанок. Не жарили в казанок. Да, абсолютно верно. Не жарить, а так, знаешь, как говорила моя бабушка, ну дай ему немного припарить. Вот припарить немного, ну дай все нормально. Ты воспользовался бабушками советом? Я воспользовался просто не то, что бабушками советом, А всеми советами, которые она нам дала Знаешь, как она говорила? Потому что бабушка мне дала мой один совет Какой? Не ищи дедушку Но я нашел его И дедушка дал мне другой совет Потому что когда я нашел дедушку, у него уже была другая бабушка Я знаю гениальную историю от твоего папы Когда он прогуливался с тобой, ну правда, если можно это сказать Ну можно рассказать любую историю от твоего папы Потому что все они, правда Дело в том, что можно я скажу, Слава? Но я могу же такие вещи не скрывать от нас То, что мы снимались с... Слава дружит с моим папой Да, дорогие друзья, аплодисменты Слава, в отличие от... Тебя? Слава, в отличие от меня, с которым мы встречаемся Достаточно, ну как бы, скажем так, фрагментарно Но с папой, я знаю, папа мне все время говорит Я говорю, папа, ты где пропадал шесть дней? Он говорит, да со Славкой встречались Это чистая правда Заселились, в шахматы играли Снимались в двух картинах вместе Слава, 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 горит, 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 горит Смотри, оп Да, только чуть-чуть, Вань, не превошу Масло, 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 масло Так, ребята, мы со Славой уходим на рекламу А вы делайте, что хотите Давайте я, значит, уйду туда Аккуратно, Слава Друзья Мы прощаемся ровно на несколько минут Сейчас будет реклама на первом канале После которого мы вернемся И вы знаете, что хариус В переводе с румынского Означает Мама, ну может, хватит есть Эти маринованные ноги бобра Макароны по-флотски, макароны по-флотски Вы меня платонически, я хочу плотски Дорогие друзья, с Мактой первым канале у нас в гостях Вячеслав Манучаров Хороший зыбью Выпью Его величество Сыч Почему я назвал тебя Сычом? Это что-то из детства Нет, потому что ты умеешь кричать голосами разных птиц И людей Слав, давай сделаем Вот ты, ну ты можешь вот на секунду Ну на секунду Сделать пародию на меня Вот как ты делаешь? Ну ты сейчас на СМАКе Ну чуть-чуть, быстро, давай Ну как можно не сделать, Господи Дорогие друзья, так у нас СМАК-программа СМАК Меня зовут Иван Ургант А это слева Иван Ургант Вань, давно это было? А почему не аплодирует? А потому что смешно А пародия, да ладно Господи, не первая и не последняя Можно я расскажу историю, которую мне рассказал твой папа Когда-то давно на съемках Подзывая Слаб, секунду Прости, я хотел бы сказать два слова тебе Скажи, но ты ее не обжарил Вот, доверь Все А как вот, ну что, какая температура? Что такая маленькая? Можно побольше? 15 градусов Мне мало, побольше 15 градусов Можно побольше? Да, пожалуйста, смотри На, П Знаешь, что такое П? Это все, Слава Геннадий Малаш ставится П, это слабо, беги, перепарковывай машину Поверь мне Ходит поздно? Вот, видите, ходит поздно Значит, это ремарка в нашей пьесе, написанной слепым автором Так, ходит поздно Опять? Ну смешил ты меня, Славка, своим поздно Давай Значит, смотри, мы сейчас перекладываем все это вот сюда Скажи, ну вот это Припарили Это мы тоже сейчас переложим Припарим, чуть-чуть припарим Вот сюда мы это перекладываем А для чего? Чтобы волокна закрылись? Объясню тебе Чтобы чуть-чуть вот внутри Она должна давать А сок туда же? Да, все туда Вот так вот, так вот И давай еще чуть-чуть быстро смотреть Да, чуть-чуть вот сделай На, П Ставим Да Сейчас быстро Смотри Ах, черт, пошла Знаешь, как говорила моя бабушка Когда ей спрашивали рецепт грибного супа Она говорит, ну, Ниночка, скажите, пожалуйста Моя бабушка тоже звали Нина, серьезно? И она говорила такую Она говорила, что хотите, чтобы грибной суп был вкуснее Добавьте побольше грибов Вот то же самое, давайте добавим побольше терять Да, да, да Моя бабушка А моя бабушка говорила, что хочет, чтобы грибной суп был вкуснее Иди отсюда Иди отсюда, вали в свою столовку Вот, слушай, у тебя бабушка Нина зовут, смотри И ты тоже знаешь моего папа Андрея Ты с ним дружишь В отличие Ну я, Слава, ну перестань Перестань Папа к тебе приезжал Папа, я говорю Папа, а куда ты На день рождения ко мне, на тридцатник Понимаете, все по второму супу Славе исполнился в 94-м году 30 лет Друзья, а что скрывать Да, исполнилось Мой папа приехал на 30 лет с Лавью И замечательно, со своей женой Леночкой Да, Леночек, привет Да, у папы еще маленькая собака Это гениально, потому что как же ее зовут, если не знаю Не Дуся, а... Дуня, Дуся Нет, ее зовут... Муся Ее зовут... Как ее зовут? Как зовут собаку моего отца? Полкан, лайма Ты сейчас оскорбил и певицу, и певицу, и ее водителя Сыпьте, Иван Андреевич, пожалуйста, телятину Сейчас шашлык уже получится Подожди, а я и хочу... Засыпайте Подожди, сейчас расскажу Ну, а теперь самое главное, Ваня Значит, весь цимос... Сковородка нам нужна еще? Нет, Елена Михайловна, потом помойте, ладно? Какая Елена Михайловна? Со мной пришла... Это тетя Рая У вас тетя Рая справа, а слева тетя Елена Михайловна Поставьте, пожалуйста, сковородку Друзья, давайте не будем разбираться сейчас на кухне Да, Юж, Славка И опять Слава закричал Подожди, сейчас могут слететься птицы Сарычи Могут прилететь сойки Ну что же Сойка, главная сойка телевидения уже здесь Главная сойка здесь Значит, смотрите, мы положили лук Да, мяско Мяско, и сейчас так слегка... Подожди, вот я тут стою очень-очень... Пэр, здесь по-прежнему пэр Это самое большое, надо помечную нагонюк сделать И сейчас легким, слегка импровизационным движением Мы сыпем туда чернослив Ну ты разошелся Чужой ты чернослив Ну давай Ну давай Так, высыпай сверху, не перемешивая Сейчас начнется волшебство Скажи, оно начнется в кастрюле или вот здесь? Оно начнется в кастрюле Оно начнется везде Тогда я сделаю еще шаг назад и возьму на всякий случай голубую крышку Голубая крышка – это основа Главное, это основа Понимаешь, главное, чтобы она не открылась... Давайте не будем перекатить на цвета, дайте воды Главное, чтобы она не открывалась раньше времени Холодной воды? Побежал, побежал, вот Ну что, снова... Значит, она холодная? Ну она достаточно холодная, посмотри Ну, ну... Я говорю, это вода Ну, конечно Вода холодная? Заливай А что еще можно иметь в этой лизе? Заливай Немного Вот мы еще чуть-чуть водички Так Спасибо, что вы четко и быстро выполняете мои просьбы Благодарю вас Все в том, что я не совсем вас слышу Вы так много быстро говорите Вы такой красивый и талантливый Видите меня? Что я предпочитаю вас не видеть, не услышать Это зависть, старость и... Зависть, да, друзья? Вот я смотрю на Славку, каким я таким был веселым гонгольеро Засыпали Залили Ждем Поехали Слава, дорогой Пока мы... Готовим Я хочу обратить внимание, дорогие зрители У нас, дорогие зрители, нету никаких подстав и подлогов Если что? Если Слава попросил налить водки вместо чая Ну вот, пожалуйста, и плет А мы поменяли посуду, потому что чугунная не подходит, когда плита... Вот такая вот модерновая Мы же на Первом Канаре, а не на... Модерновая Слава Это... Ваша машина Это твоя Которую я купил у вас Кстати, да, Слава купил мне машину Знаете? Да Знаете? Сдуру Сдуру купил машину Говорит, мне не в чем... До сих пор не могу выехать Не в чем стирать вещи Говорит, ты купил Ну, мир раз, вот это вот, откуда у вас Ну, что же Там это в одноэтажной Америке еще взяли Будем готовить соус, Иван Пожалуйста Соус называется дзадзики или соус цацики Дзадзики или цацики? Как вам больше нравится? Мне, по большому счету, все равно Тут, поскольку, Слава, я напоминаю Вы в нашей... Ты уже давно знаем Я и с отцик Ты дружишь с моим отцом Хотя, именно из-за того, что ты дружишь с моим отцом Я должен говорить тебе вы Потому что друзья моего отца Это святые для меня люди Поэтому, собственно... Это люди, которым я в любой момент приеду И поставлю капельницу Слава Значит... То есть вы это тоже знаете? Я и это знаю, Слава Давайте продолжим, дорогие друзья Итак, сацики или дзадзики Соус, я его очень люблю Он абсолютно не подходит к этому мясу, которое мы готовим Но я его люблю Поэтому, конечно, алкоголизм ведущего все-таки не лично Я буду его сегодня готовить вместе с... Слава, а слышишь, как эхо побежало здесь, да? Вот эта шутка твоя бежит И выход не находит Она ищет, ищет, потому что ей надо туда На Телекуровской, откуда она родом Слава, давай Давай, Слав Просто говорите, как это называется Я буду... Это укроп Но, зная тебя, это может быть и борода Нептуна Как же ты быстро пьяняешься, Славка? Ну что же Орегано Орегано Орегато И... Что нужно сделать, чтобы открыть ваш холодильник? Чтобы взять руку собственную, протянуть и открыть Слав Раз Два Всего лишь йогурт понадобится нам Вот Йогурт Обратите внимание, Слав, как это вы правильно Одно... С одной стороны... Вот подержи так, секунду С одной стороны ты держишь йогурт С другой стороны сразу меряешь его температуру пальцем Ты вымешиваешься, нет? Я знаю Мы будем дальше продолжать Конечно Значит, йогурт, орегано, укроп и... Правильно, как приятно, что ты вот меня с полуслова Ты начинаешь честь чеснок, я режу укроп Дайдите нож мне, нет? Слав, ты знаешь, вот я, если честно, вот я не знаю, что ты... Вот ты лишь про Александр Соколов Слава, ты паренька с искрой Все Ну, это вот все Мы об этом не говорим Все, ты замечательно Большая разница, как бы... Начал Тартанул Работать Разогнался Да, это правда И как гигантское Мохито Теперь летишь по улицам Слава Вот чего ты не умеешь делать, так это резать зелень Слава Богу, что я... Единственное, что я не умею делать Лучше ты зелень считаешь Я однажды видел, когда ты после концерта помнишь, я забежал к тебе, я посидел и пересчитывал бабло Потому что я никогда этого не делаю, я работаю всегда бесплатно Это просто было, поэтому ты красивый, молодой, талантливый И у тебя абсолютно чистая печень Иван Андреевич, дело в том, что я работаю за бумажки, а вы внешне видите Обратите внимание, да, сразу Ладно, хорошо Чеснок вы так же будете чистить? Чеснок я почищу так Зыс Ис Гарлик Теперь мы все... Как говорят про Александра Цикала Зыс из гарлик Открываем крышку Спасибо Пена, бреемся, уходим И вот так чуть-чуть еще, на маленький огонь Там было написано на всех комфортках И Слава, я не ожидал И, на всех, господи Видишь, И, на всех Так, ну а теперь самое главное, это огурцы Слава, скажи, что мне делать с чесноком? Его нужно, нет, его нужно почистить еще чуть-чуть, еще три Куда, хватит, ты что, посмотри, сколько там Ну а что, весна, витами нос Хватит, Слава, скажи, ты выпустил спектакль с Ниной Чусовой? Да, с Ниной Чусовой, выпустил спектакль Криковаство и Любовь, Шиллер С Владимиром Меньшовом Владимир Меньшов Вячеслав Манучаров, кто еще? Сестра Арнгольф Александр Линьков Прекрасно, мой любимый Олеся Сузиловская Олеся! Как птицы поют Олеся, Олеся Ну, Олеся Сузиловская, да Можно я буду продолжать? Тебе никто не запрещает Вот, выпустил спектакль Для меня это, на самом деле, такая история очень, ну Ваня, я убью тебя Понимаешь? Да, но я уже умру от твоих рук, чем от твоих слов Чем от моей еды Чем от твоей еды Расскажи о спектакле Спектакль «Коварство и Любовь» Нормально? Друзья, обратите внимание Слав, потрясающе Классная программка у вас Слав, просто ты ее ведешь первый раз А люди ее смотрят в 46-й Секрет этой терки знают все с 1999 года Когда я еще сам Стесняешься говорить слово «Макаревич»? Боюсь У тебя какой любимый писатель, Слав? Гоголь Гоголь А у тебя? У меня Достоевский Давай так, поэт у тебя кто-то любимый? Нельзя говорить Нельзя? Да Да ладно Поэт? Александр Сергеевич Пушкин Александр Сергеевич Пушкин, ну прекрасно Почему нельзя говорить? Нет, знаешь, что... Если бы ты мне сейчас сказал «Каренко Валерьян», тогда бы я понял А ты сказал «Пушкин» А у меня писатель любимый Пушкин Я Пушкина люблю больше как писателя, чем как поэта Я считаю, что он вообще поэт средний Я пойду рекламу объявлю К рекламе Вы сейчас посмотрите рекламу А мы вернемся и узнаете, почему японские пушкинисты Ласково называют своего любимого поэта Сашими Дорогие друзья, с Мак на Первом канале мы продолжаем И если вы хотите захлопать, захлопайте Вань, дайте стихи поставить Слава Ну дай Может быть, на какое-то время этот бронзовый слон отвлечет тебя Отчего, Вань? От стихов Так, все Значит, смотри Мы натерли на терочке Извини, просто получилось смешно Натерли на терке Да вы подготовьтесь, пожалуйста Можно стать пеном хотя бы? Можно я Можно, вот смотри, Слав Чуть-чуть стало поярче Можно я попрошу тебя Я тебе не даю говорить Я перебиваю Это происходит только из-за одного Из ревности и нежелания понять, что конец близок Но поскольку сегодня ты уже здесь И действительно, конец близок Я прошу тебя, да расскажи историю Которую тебе рассказывал про меня Мой отец Значит, он гулял с тобой Расскажу Он гулял с тобой по Невскому Ты был Кстати, прости Ты взял сейчас укроп в руку Ты знаешь что? Ты знаешь, что у меня отец всегда вот этим приемом Если я на него нападал Он мне сразу укроп в глаза кидал Здесь укроп с чесноком Поэтому ноу-хау Андрея передалось Значит, смотри, вот так вот Отливаем чуть-чуть вот этот соус Вот сюда именно Вот именно сюда Ну, конечно И вот так раз Это огурцы у нас Класс Теперь кладем сюда петрушечку После этого Вань, ну соберись Чуть-чуть Соберись ты, это укроп Значит, смотри Укроп, да И Не надо Чего класть петрушку? Петрушка все делает Теперь, пожалуйста, вот это сюда Что? Йогурт Вот сюда? Да Смотри Но все-таки, может, ты расскажешь Немножко историю про моего отца? Ты, он гулял с тобой Ты маленький был в коляске Вот такой вот Вот совсем такой крошечный Такой, знаешь, как Вот такой вот И к нему подходит Один известный артист Имя которого я сейчас Не хотел бы произносить И говорит Ой, какой у вас потрясающий ребеночек Смешной На вас похож А сколько ему лет? И Андрей Львович С присущим его чувствуем Говорит Восемнадцать Вот такая вот история Замечательная история Оригамо Жалко, что я тебе не давал Я всю программу сказать Смотри Я нарезаю небольшими ломтиками штучки Хоп Хэй, нананы Хоп Берем их Знаешь, вот так вот, смотри Хоп Вот так ты хочешь? Вот так вот Прямо вот так Берем Огурец туда смысла нет, Макать Нет, огурец нет Я бы, честно говоря Я бы, честно говоря Просто делал вот так вот Знаешь, раз Молодец Да, я тоже так сделал У тебя работы сегодня нет в вечерней? Есть Дай я угадаю, как ее зовут Смешной для человека Будем есть? Ну ешь Ешь Я смотрю, все равно Сколько бы ты ни ел У тебя все равно подтянутая тушка Черт, у меня сразу растет Бульеша Слав, скажи Честно Ты занимаешься спортом Ты играешь в спектакль Йогой занимаешься? Ну вообще, мне обидно даже Занимаешься йогой Спортом Ты играешь в спектакль Ты снимаешься в кино Ну, какой самый ближайший фильм С твоим участием выйдет? Ну, вот сказка вот эта сейчас выйдет Сказочка Это серьезная история Правда, честно говоря Без шуток Я не хочу об этом говорить Названия там какие-то Не говоря, а кого ты играешь? Но если это получится Кого ты играешь? Я играю главного злодея, как всегда Поэтому если это выйдет Мне очень будет приятно, если это получится Слава, почему? Когда у тебя что-то не получило? Я сейчас задумался И все мы задумались И вспомнили, что никогда Ты как будто бы ухватил птицу удачу За ее маленькую ляшку Видишь, откуда ты знаешь? Она во мне просто Значит, ты смотри Раз Раз Два Два И Давай дальше Три Мы на елочке Подожди, подожди Не, подожди Это что такое? Ну, четвертый Ну, четвертый хорошо Четыре и, наконец Не, ну, пять нет Я не согласен Пять Пять пальцев на одной руке, друзья Слава, давай проговорим рецепт Значит, мясо по рецепту мамы Слава Манучарова Которую зовут Надежда Гавриловна И бабушка Нина Да Слава, она тоже готовила этот рецепт И вообще все-все-все И прадеды, и прапрапрадеды И самый первый Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра Родоначальник Манучаров Манучаров Знаменитый кот Манучат Потому что я-то не от кота произошел Это видно Я произошел от Слава, рецепт ты меня поправляй Мы берем телятину Нарезаем ее квадратиками Обжариваем на сковородке лук полукольцами После чего выкладываем лук в такой чебунок С толстыми стенками Сверху выкладываем обжаренную телятину Сверху заливаем все это холодной водой Добавляем чернослив Добавляем туда черный перец Соль Можно лавровый листочек Все по вкусу Специи Закрываем это крышкой Доводим до кипения Снимаем ненужную пенку И это на небольшом огоньке Доводится до готовности Спасибо Ванечка, я прошу тебя Все-таки, несмотря ни на что Что сегодня утро Сегодня воскресенье И как бы не суббота Подожди, ты уверен, что все готово? Ванечка, я уверен Я прошу тебя Мне кажется, чего ты на столе На этом не хватает, нет? Давай, давай, давай Накладывай, накладывай вкусненько Причем обязательно Вот этот чернослив Вань, скажи просто А когда я приду к тебе на программу Вечерний орган? Нет, большая разница Ну, ты сам ответил на свой вопрос Когда хочешь Приходи, когда хочешь Ты только Серегу без рукава зовешь Нет, ну правда Если ты хочешь прийти на программу Вечерний орган Я с удовольствием тебя зову Друзья, все И не вырежете потом это Конечно, не вырежем Попробуем Итак, телятина в черносливе При церкви семьи Вячеслава Манучарова Его мамы, бабушки Настоящая телятинка черносливна Пробуем Слушай, она действительно готова Мне не хватает чуть-чуть Немножко специй Ну, это на вкус Я сам ненавижу специи Я не люблю, когда мясо соленое Я люблю, когда такое Подвижаешь И чернослив главное Что у тебя, горячо во рту? Хочешь, чтобы я подул? Давай-ка пускай слон тебя подует Ладно, ребята Ну, вот, кстати, сейчас ты больше всего похож По крикам Болнаслана Слава На, тебе есть подарки Мне кажется, этот подарок прямо идеальным Дорогой Слава От нашего спонсора Набор фантастических средств от Топхаус Который позволит тебе Держать твою кухню И все, что рядом с кухней находится В чистоте И все и все Друзья, сегодня в гостях Вот так вот сумбурно, смешно, весело Но, тем не менее, очень солнечно По-весеннему И радостно у нас в гостях был Вячеслав Манучаров Слава Спасибо тебе огромное Я желаю тебе удачи Во всех твоих причинаниях Во всех твоих работах Кида-фильмах Спектаклях Телепрограммах Живи, Славка Живи и радуйся Тому, что уходят динозавры Ну, достойно уходят Динозавры уходят Для того, чтобы сказать, что В следующем выпуске Вы узнаете, что В басмате В переводе с чешского Означает Его мать играет В группе лицей На басмедали Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова